Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на лавном корпусе, 34-м. А там люди есть? Да, поднимаем от состава. В преддверии Дня памяти жертв радиационных катастроф глава города встретился с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. С момента страшной трагедии прошло более 30 лет, а в числе участников ликвидации последствий было более 2000 ивановцев. На атомных полигонах по существу были на атомной войне, потому что академик Сахаров, прямо так сказал, та работа, в которую я включился, это тоже нечто вроде войны. Разрушительный взрыв произошел в 4-м блоке станции 26 апреля 1986 года. И уже спустя несколько дней ивановцев призвали на службу. Почти все участники подверглись серьезному воздействию радиации. В основном работы какие были? Это дезактивация третьего энергоблока, потом уборка графита с третьего блока, с крыши, обработка деревень. В основном, все, которые такая работа была, выполняли так называемые партизаны или солдаты, можно сказать. Потому что все мы были под погонами в свое время, потому что призывались через военкоматы. Сейчас в Иванове проживает 365 человек, серьезно пострадавших при работе по расчистке станций и полигонов. Это люди, которые пожертвовали своим здоровьем, чтобы устранить страшные последствия катастрофы. Многих уже нет. Вот из нашей области осталось из двух тысяч, осталось около тысячи. Половин уже нет. Ну, если бы не мы, кто кроме нас? Подвиг ивановских ликвидаторов навсегда останется в истории не только нашего края, но и всей страны. Такое не забывают. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.